Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Монстров Так, и мы с вами кое-куда отправимся, а в данный момент я хочу пойти именно вот сюда Берег Горизонта Здесь мы с вами не могли, помните, да? Попасть на ту сторону берега, потому что не могли плавать, но на этот раз у нас есть с вами кои Да, я маленечко его прокачал Так, хорошо Ну что же, нас ждут новые приключения, смотрите, здесь новые монстры появились, и это крабики Конечно, мне хочется повоевать и посмотреть, что же это за монстры Так, их звать Укан Ага, и они, друзья мои, боятся огня, очень сильно боятся огня Тогда мы с вами выберем монстров Блоба Выберем Хм, я возьму Гоблина Шахтера в таком случае И Мантикотика, может быть, взять Но он слабенький пока еще Давай, наверное, дракончика возьмем, посмотрим Так, в первую очередь мне нужно, ну, пробить, наверное, броню, судя по всему Сейчас мы посмотрим, насколько сильно он боится огня Ну, слушайте, достаточно сильно, поэтому бомбим А если у меня был бы мой орлик, ох, он бы здесь вжаривал бы, поверь мне Так, ладно, главное нам здесь с вами выжить Ага, крабы Ох ты, ничего себе, что-то новенькое Давайте, наверное, с вами быстренько отхилимся и будем дальше бомбить Крабика я в любом случае рано или поздно получу себе в коллекцию Я не успокоюсь на этом Ну, а Вайра мне не нужен, потому что он у меня есть Кстати, помните, у меня было очень-очень много яиц, да? Вот этих всяких разных героев Так, все-таки, спасибо большое подписчику, который мне подсказал, где стоит этот НПС Которому надо было сдавать эти все яйца Я сдал, тем самым он мне надавал кучу всяких подарков, да? И тем самым я поднял мощь своей крепости, оказывается Сейчас, в данный момент, там по мощам 850 Я, честно говоря, не очень понял, зачем мы с вами прокачиваем мощь нашему замку Да? Ну, раз такое дело есть, значит, для чего-то нужно Может быть, будут в конце на нас алхимики бежать И смотрите, как нам везет Мы получили с вами яйцо Укана Яйцо Укана, и я хочу, естественно, сразу же его открыть и посмотреть Какой ему дадут уровень? Дайте, пожалуйста, 30-й, а? Слушайте, смотрите, а у нас яйцо Минотавра Мини Тавра и Морозница, почему они черные? Секунду, а если я гляну? Это обращенный к тьме Мини Тавра Расходуется, когда на свет появляется обращенный... Ну-ка, давай посмотрим Как он будет выглядеть Слушай, я, честно говоря Никакой разницы не вижу А Морозница Слушай, вот у Морозницы, да, есть некие отличия Так, смотрите внимательно Если мы с вами возьмем отряд, да, и... Глянем, например, на Морозницу Морозницу Вот так вот выглядит наша обычная Морозница, да? А где же у нас... Погоди секунду, я не могу понять, а где у нас темная Морозница? Хм... А если мы так глянем? Вот обычная, да? А вот темная Позволяю... Слушай, ну есть разница, но только в цвете То есть это более такая синяя, да? Это более голубенькая такая А что же у нас тогда с Минотаврами? Проламывает невидимые стены Ну, вы видите, да? Обычно серый Минотавр А здесь он с зеленым топором Хм... Эээ... Знаешь что? Давай мы тогда посмотрим Сравним Именно... Так, сейчас... Блин, я вот... Вот, вот, смотрите Возьмем вот этого Минотавра, да? Ну, предположим Поменяем его пока на Мантикотика Я просто хочу сравнить И возьмем с вами Эээ... Вот этого, обычного Минотавра И поменяем, например, его на Кои Просто хочется посмотреть В чем же у них разница По навыкам Эээ... Слушайте, ребят, ну я... А, вот, смотри Смотри внимательно Вот здесь вот Штурмовой щит Защищает на 25% Урона Нанесенного врагам Критическими ударами И такое впечатление Что он имеет Больше Смотрите Физической атаки Да? Защиты А здесь... А здесь слабее Ну, вы не забывайте Что здесь уровень 14 А здесь, как-никак Все-таки 29 Слушай, я не знаю Я могу его обратить Обратно в свет Но нужно ли это делать Пока без понятия Ну, я прокачаю Что смогу в данный момент На что мне хватит Как говорится Опыта Наверное, вот так вот Сделаем с вами Наверное, вот это вот Полностью А, нет Вот здесь вот еще не докачали Так И дальше, наверное Вот этот вот Камнепад Сделаем И Сродство с землей Средоточие здоровья И последний очко навыков Это триггер здоровья Друзья Я, честно сказать Не знаю В чем разница По уровню Пока не могу судить Так-то, в принципе Как бы все одинаково Есть, да Есть Вот этот вот Дополнительный навык Который я только что вам Сказал Штурмовой щит Это только у темных Но еще должны быть И светлые Враги То есть темные и светлые В данный момент У нас с вами Только лишь темный И нейтральный Так, я, наверное На место Верну К себе Кстати, я получил Лаваблоб Вывел я его все-таки Так Укан Вот я хочу посмотреть Что у Укана Он у нас Аквавзрыв То есть Стихия воды У него все заточено Под воду Ну, в принципе Так и должно быть Потому что это Как-никак Типа краба А это у нас Водная фауна Поэтому давайте Прокачаем Вот так вот Все 9 очков Еще у него остается И давай, наверное Вот эту вот веточку Прокачаем Клещи Это физический урон Нейтральный Накладывает Пролом брони Кстати, вот эта вот штука Очень хороша Пролом брони Очень часто Нас с вами выручает Поэтому грех Это Не прокачать Верность в воде Преобразует стихию Всех нейтральных атак И делает их Водяными Тоже неплохо, да? Так, ну ладно Укан Укан Это все понятно Но мне нужно Вернуть Моих А я уже забыл Кто у меня был Ну, во-первых Я думаю Здесь нам не помешает Орлик мой Это раз И Так Мантикотика я брать не буду Я его брал для того Чтобы ему поднять уровень Укана может быть взять Или все-таки Кои дальше прокачивать Вот Честно сказать Не знаю, ребят Пускай пока будет Вот так Такая вот команда Как видите Кот Серкер у меня И Блоб Имеют 31 уровень Уже Ух ты Прикольно Додо Додо пицца Ё-моё Так, он боится У нас что? Хм Электричество он боится У нас Дода Ясно Ладно Мы с вами возьмем Блоба Возьмем Дракончика Наверное, да И возьму я Орлика Ну-ка проверим Ну, начинаю я С кислотного дождя С кислотного дождя И посмотрим Как физический урон На этих додиков Будет влиять Магия Молнии Для них По барабану И в принципе Огонь тоже Их не берет Поэтому надо Взрыв применять Только лишь На Укана От этого еще будет Какой-то толк Ого Так, у них есть волна Ну, это физатак Это понятно все дела Давайте мы с вами Похиляемся И Попробуем добить Одного из Додо Так, взрыв Мы будем применять С вами на Укана Если у нас уже С вами Огонь Есть так Физическую Защиту А, нет Физическую атаку И защиту Они себе сделали Нам нужно с вами Захиляться Ну и естественно Додика Этого бомбить Так, минус один Так, Укану Тоже недолго Осталось жить Рывок Резкий удар Это все Второй степени У них Отхиливаем Нашего Блоба И Ай-яй-яй Чуть-чуть не хватило Ладно Взрывом Уничтожены Ну что Додо Крепкий он На самом деле Давайте Наверное Сделаем Пролом Брони Когти То есть Физический урон Он Держит Очень хорошо На самом деле Огненную Атаку Он тоже Выдерживает Ну как Видим Отравление Тоже неплохо А вот сейчас Мы его Пробьем Наверное Да Ему Крышка Получим Яйцо На Додо Или Нет Яйцо Додо Мы с вами Заработали Ух Как Хорошо Левел Получили Естественно Сразу Что Делаем Сразу Открываем Нет Не Укан Додо Отлично Так Менять Имя Не будем Пускай Он так И остается У нас Так Очки Навыков Получили У нас Кои Так Тут у нас Все прокачано Абсолютно У него Давай Наверное Тогда Вот Прокачивать Эту Ветку Так Орлик Мой Что же Тебе Прокачать Шокирующий Удар Давай Сделаем Все Я не знаю Может быть Нам Может быть Нам Убрать Кот Серкера Да Поставить Кого-нибудь Другого На прокачку Да Давай Я уберу Кот Серкера И поставлю Котосветика Или же Нинка Нанка Вот Я не знаю Кого мне тут Лучше поставить Если честно Можно Дода Может быть Попробовать Очень много У меня Монстров И я даже Теряюсь Вот серьезно У меня Грибус Не прокачанный Кстати Давай Мы наверное Его возьмем И прокачаем Потому что Ну Он вообще Слабенький Так Навыки У него Ядовитая Бомба Плюс Яд Массовый Токсин Каждый удар С вероятностью 10% Накладывает Яд Это тоже Неплохо Плюс У него Споры Ядовитые Есть Так Разрастание При наложении Отрицательного Эффекта Дополнительный удар Наносит 30% Урона Это неплохо Естественно Нам нужно будет Его сейчас Прокачать Этот Грибус Ну и потом Посмотрим мы Что он вообще Себя представляет Ну а в данный момент Мы идем дальше Опять у нас тут Дода Я их пока Перепрыгну Так Ага Леонард Нас догнал Эй Опять ты Ты уже На берегу Горизонта Как тебе вообще Удалось сюда Добраться А ты знаешь Что местные Монстры Куда сильнее Чем на горной Тропе Или в синих Пещерах Если ты хочешь Получить хотя бы Крохотный шанс Одолеть местных Чудовищ Тебе придется Обзавестись Монстрами Посильнее Нельзя Во всем Полагаться На своего Призрачного Фамильера Именно это И отличает По настоящему Великих Хранителей Я бы Показал тебе Что же Такой По настоящему Сильный Отряд Монстров Но у меня Есть важные Дела Тут у моря Живет один Старик Который Ищет Опытных Хранителей Монстров Для поиска Сокровищ Ну Конечно же Тебе Ничего Не доводилось Об этом Слышать Ты все равно Не подходишь И не справишься Да ладно тебе Леонардо Великий Хранитель Монстров Это не Просто Сильный Отряд Великих Хранителей Также Отличали Например Скромность И Спортивный Дух Я не Сомневаюсь Что Рей Тоже Сможет принять Участие В поиске Сокровищ Что ж Пожалуй Это правда Ну ладно Можешь Идти за мной Рей Может быть Тогда И ты Станешь Великим Хранителем Монстров Вообще То Я Не совсем Об этом Вперед Старик Должен быть На берегу Хотелось бы Конечно Стать Лучшим Опа Я сюда Что то Прошел Я думал Я здесь Не смогу Пройти Это типа Прикол Да Сделали Так Сундук С наградой Уровень 2 Слушай Подожди Ка Дай-ка Я на всякий случай Возьму здесь Котофея Нашего А вдруг Там Какой-нибудь Проход Да что ж такое Это Все время Не то делаю Вдруг Там Какой-нибудь Ребят Будет Этот Потайной Проход Кто его знает Но здесь Они конечно Хитро Сделали Типа Стенки Но на самом деле Мы с вами Легко И просто Прошли Ох ты Смотри Новый вид Монстров Давайте-ка Попробуем Его поймать Что это у нас Дракотран Вот так вот Он боится у нас Физической атаки Он боится у нас Нет ребята Он боится не физической Он боится у нас Опять же молнии Слушай Молнии и огонь Нам надо с вами Что-то Делать Что-то Предпринимать Если мы хотим С вами здесь Дальше Как-то Справляться Потому что Монстры Становятся такие Под которых Я даже не заточен Например Молния У меня вообще Не прокачано Ни на одном Персонаже Вру Вру У меня прокачано Молния На На моем же Самом Орлике Ну как-то Она Очень плохо Себе ведет Ой-ой-ой Смотрите-ка Что у меня Творится с блобом Так Блоб живой Добиваем с вами Укана Отлично И теперь Беремся Вот за этих Вот гаврюшек Слушай Ну по идее Они должны Получать Больше урона Все-таки От огня Чем от молнии Ну Видишь У них вот Такая Отличительная Черта Что они Именно боятся Молнии Кстати Надо бы Попробовать Волну Испытать на них Так Давай На эти Склавы Так Ожог Получил Это хорошо Он будет Постепенно Получать Урон Давайте Отхилимся Вы кстати Заметили Что гоблин Шахтер Автоматически Может прикрывать Моего бойца Так Призрачное Пламя Смотри Неплохо Очень неплохо Бомбит Так Бросок Уголька Минус Один И Тяжелый удар Уровня Два Делает Так Мы его Немножко Отравим Призрачная Волна Слушай Слабенько Бомбит Распад Тоже Не ахти Вот Пламя Все-таки Замечательно Призрачное Пламя Четвертого Уровня Нормуль Так Удар Земли Удар Земли Тоже неплохо Кстати Наносит ему Урон Проверим Ну да Даже Криты Проскакивают Так Ну что ж Давай Пробитие Пролом Брони Сделаем И в конце Концов Его добьем До старика Мы с вами Однозначно Сегодня дойдем Посмотрим Что он нам Там за испытание Повесит Может быть Даже скажет Посоревноваться Со стариком Яйцо Дракатрана Вот именно Вау 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 Грипп то у меня Там Наполучал уровней 7 очков Сразу же Наполучал Так Ну что ж Давай прокачаем Ну естественно Друзья мои Яд Раз он Специализируется Именно по яду Это то что Мне нужно Так Все да Очки опыта Закончились Слушай А может быть Нам все таки Выгоднее взять Макрыцаря Он же у нас Электричеством Неплохо Бомбит Он даже Специализируется Именно по Электричеству Хм Давай наверное Я возьму Я возьму Макрыцаря И поставлю его Вместо 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 Потому что Ну орлик Уже прокачанный Как не как Худо бедно Да 31 уровень Имеет А вот И старик А вот И старик Только где Леонард Оу Приветствую Тебя Ёный Хранитель Какой Приятный Сюрприз Я просто Смотрел На океан И вспоминал Историю Своей Семьи Я вижу Ты из тех Кто не может Усидеть на месте Кто стремится Оставить дом И жить Своей жизнью Но прошу тебя Постой И послушай Хорошо Я наверняка Смогу рассказать Тебе Что-то Полезное Привет Рэй Хочешь Понижиться На пляже Или До тебя Тоже Дошли Слухи Про Поиски Сокровищ Так Это Правда Я Посылаю Хранителей Монстров На поиски Пещеры Сокровищ Которые Как я считаю Находятся Где-то В морских Глобинах Но Сначала Позволь Мне Объяснить Кое-что Чтобы тебе Не пришло В голову Будто Я Все Выдумываю Один Из моих Предков Был Знаменитым Пиратом Который Пользовался Очень Дурной Славой В океанах Старого Мира Он Жил Около Трехсот Лет Назад И Был Хранителем Монстров Тебя Наверное Интересует Как же Он Стал Знаменитым В Старом Мире Если Жил В Заповеднике Монстров Ты Наверняка Знаешь Что Через Барьер Который Отделяет Нас От Старого Мира Можно Пройти Но Делать Это Могут Лишь Очень Немногие Хранители И Только По Особым Случаям Так Вот У Моего Предка Был Корабль Который Позволял Ему Преодолевать Барьер В Любое Время Когда Ему Хотелось Благодаря Этому Умению И Тому Что Вся Его Команда Состояла Из Монстров Он Стал Кошмаром Морей Старого Мира Но В итоге Его Не Стало И Большую Часть Награбленных Сокровищ Так И Не Нашли Но Он Оставил Подсказки Для Потомков Конечно Наша Семья Никогда Про Них Никому Не Рассказывала Ну Я И Решил Что Хочу Взглянуть На Те Сокровища Пока Сам Не Покинул Этот Бренный Мир Моих Детей Сокровища Уже Не Интересует Поэтому Я Нанимаю Хранителей Которые Окажутся Достаточно Любопытными И Согласятся Найти Эти Сокровища Кто Знает Что Может Лежать В Той Пещере Я Точно Знаю Что Там Есть Памятное Кольцо На Котором Выгравирован Древний Девиз Нашей Семьи Он Такой Древний Что Никто Из Нас Уже Не Знает Что Это Зат Девиз Больше Мне Ничего Не Нужно Принеси Мне Памятное Кольцо И Можешь Забрать Все Остальное Себе Вообще То Мы Ищем Жетоны Заповедника Один Из Если Она Обладает Хоть Какой То Ценностью Можешь Не Сомневаться Мой Предок Забрал Ее Себе И Спрятал В той Пещере Понятно Что Ж Пожалуй Есть Смысл Хотя Б Поискать Эту Пещеру Как Я И Говорил Мой Предок Оставил Нам Кое Какие Подсказки Во Первых Я Уверен В том Что Пещера Расположена Где То На Берегу Горизонта А Еще Он Оставил Зашифрованные Сообщения Которые Я Лишь Недавно Смог Расшифровать В нем Говорится Нужно Трое Чтобы Войти В Утробу Зверя Я Уверен Это Последняя Подсказка Необходима Чтобы Попасть В Пещеру Сокровищ О Как Это Увлекательно Не Сомневаюсь Мы Сможем Найти Эти Сокровища Ну Или По Крайней Найдем Один Из Этих Жетонов Заповедника Не Будем Тереть Времени Нам Придется Обыскать Большую Территорию Так Юля Тоже Побежала Кстати Тут Уже Был Один Хранитель Совсем Незадолго До Тебя Ему Явно Не Терпелось И Он Уже Отправился На Поиски Ладно Мне Кажется Это Будет Весело Попробуем Найти Эти Закровища Может быть Найдем Их Раньше Леонардо И Юли Так Друзья Мои Очень Интересно Мы С вами Получили Задание Найти Сокровища А меня Знаешь Что Интересует Вот Ага Все Я тут Открыл Вот Тут Наверху Еще Как-то Можно Приоткрыть Территорию Видишь Да Но Это Может Быть Позже Пойдем Тогда Мы С вами Наверное Поныряем Поплаваем Немножко Кстати Нам Наверное Пригодится Кои Чтобы Тут Чувствовать Себя Великолепно Так Я Ой А я не могу Туда пройти Представляешь Меня Сдувает Пузырьками Мне кажется Здесь Я получу Способность Преодолевать Вот эти Воздушные Барьеры Так У нас Тут Рыбки Токсикусы Ну И Дракотраны Кстати Дракотран Я Открыл Я хоть Посмотрел Его Господи Я по-моему Забыл Это Сделать Ладно Возьмем Блоба Возьмем Наверное С вами Гоблина Шахтера И Ну да И возьмем Дракотчика Наша Незабвенная Команда Так Начну я С Токсикуса Так Натиск Представляешь Да Мы находимся В воде И я Как-то Умудряюсь Бомбить Лавой Как-то Вообще Возможно Так Что Они там Делают Ой 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 Тихо Тихо Не надо Слушай Я его Наверное Нет Лучше мы С вами Подхилимся Я его Так Смогу Добить У него Кстати Ожог Висит Он будет Получать Постепенный Урон А мы Ушатали Замечательно Так Ну что Дракотраны Остались Да Ну Мне Мне кажется Они Слабенькие Очень Слабенькие У меня Вот В данный Момент Интересует Такой Вот Момент Интересует Такая Вещь Что Что Дает Темная Сторона И светлая Сторона Монстров Что Она Раскрывает И Для чего Это нужно И нужно Либо Мне Вообще Прокачивать Таких Монстров Понимаешь Я тут Немножко Как бы Эту Идею В голове Держу Прокачивать А сам Думаю Нужно ли Это все Или нет Так Смотрите Мы сейчас Можем потерять Дракончика Но Все таки Нет Наверное Не успеет Нас Дракотран Подбить Хотя Сейчас На дракончика Мы можем Вот так Сделать Рука Помощи Восстановить Себе ХП Сделаем Пролом Броней Причем У него Ожог Уже Висит Так Критуем Крит Обозначается Желтым Цветом Так Давай Траванем До кучи И Натиск Лавы Сделаем Натиск Лавы Плюс Нет Когти Борщ Отнимаем Я думал Призрачная Волна Прилично Отнимает Здоровье Но Нет Так И Не получили Мы Хотя Дракотран Мне и не нужен Дракотран У меня уже есть Единственное Что я его По моему Не открыл Да Я его не открыл Кстати Яйцо Имеет Характерный Желтый Цвет Значит Этот Обращенный К свету Дракотран Это тебе Не просто Получается А именно Вот такой Так И у нас Очень много Очков Навыка Давай Здесь Прокачаем Так Сделаем Наверное Да И Очищение Дракончик Тоже у нас Получил уровень Поэтому Мы можем Ему Постоянство Жизни Защита Увеличивается На 2.5% От максимального Здоровья Этого монстра Так Грибус У нас Доминирование За каждый Отрицательный Эффект На себе Противник Получает На 3% Больше урона Ага Понял И вот здесь Докачаем Так Еще Да Есть Одно Давай Вот 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 По-моему Пока Все Я могу Дальше Идти Смело Подожди Ка Здесь Наверное Лучше Взять Нам Кои И Проплыть Вот Сюда Пещера Нам нужна Пещера Но сюда Мы пройти Не сможем Тут У нас Все Закрыто Значит Надо Нырять Значит Надо Нырять И Вот Так Вот Идти Ага Ой Тихо Подожди Ты Блин Да Что Будешь Делать Ну Давай Попробуем Так Теперь Сюда Нас Выпустило Здесь Нам Подожди Секунду А если Я вот сюда Занырну Если Сюда Занырну Меня Походу Дело Обратно Да Ладушки Тогда Мне Надо Вот Сюда Вниз Я не Хочу В самый Твою Ж Налево Тут Тут Какие Очередные У нас Загадочки Я смотрю Здесь Слушай А как Тут Быть Представь Себе Вот здесь У меня Ничего Не получится То есть Я не смогу Попасть Сюда А если Ясно Значит Мне нужно Как-то Вот сюда Потом Вниз Так Дальше Вот сюда Вот вниз Так Тут Надо Аккуратненько Проплыть Бесполезно Еще Ниже Так Мы Нашли С вами Значок Уровня Туда Я не могу Никак Попасть Смотри Там Проход Есть Там Есть Проход Но Мне Туда Не Попасть А как Мне Тогда А Здесь Если Вот Аккуратно Так Сделаем Так Теперь Сюда Тут Подожди Бесполезно Мне кажется Здесь Наверняка Что-то Есть Я могу Конечно Ошибаться Но Проверить Нету Здесь Ничего Понятно Отдайте Мне обратно Кое Поплыли Ага Так Погоди Погоди А как Тогда Быть Ну давай По карте Посмотрим У нас Всего Лишь Два Места Туда И туда Я Попасть А Вот Вот Оно Как Делается Опачки Друзья Мои Новые Виды Монстров Ну Этих Мы Видели Вот Это Подпрыгнуло Хорошо Так Посмотрим Кто это Такой Это Наутилит Наутилит И он Опять же Боится Молнии Хорошо Давай Возьмем Блоба Возьмем Гоблина Шахтера И дракончика Так Я не знаю Что этот Наутилит Может Поэтому Я его Наверное Буду В первую Очередь Бомбить Урон От огня Вообще Минимальный Он Получает Значит Действительно Здесь Нужно Брать Монстра Который Будет У нас Бомбить Огнем Ой Огнем Молнией Для этого Я предлагаю Взять Для этого Я предлагаю Взять Наверное Нашего Орлика У него Молния Прокачана Более Менее Да Так Нора Бросок Угля Ну давай Бросок Угля Сделаем Все Как-то Не то Физуху Да Физуху Он не любит Видно Сразу Получает Неплохой Урон У него Отравление Оу Сейчас по-моему Мы с вами Потеряем Уже потеряли Гоблина Шахтера Твою Твою же Маковку А Ты Смотри Что Сделал Давай Попробуем Так Сделать И Добьем Нет Добили Добили Эту Креветку Теперь Надо Вот Этих Добомбить Слушай Я думаю Что у нас Получится Пролом Брони Так Сейчас Посмотрим Что они Будут Делать В ответ Нора Это Урон Землей Получается Да Нора Хиляемся Жалко Конечно Что у нас Нету Гоблина С вами Без помощи Как бы Третьего Бойца Ну Совсем Плохо И Хотелось бы Мне найти Эти Сокровища Еб Простые Будь они Неладные Найдем Сокровища Может быть Кстати И сможем Так Тихо Проплывать Те самые места Где у нас Не дают Вот эти вот Пузырьки Потому что Есть одно местечко В синих пещерах Как раз Из-под земли В воде Бьет вот такой фонтан И я не могу Его преодолеть И вот Я надеюсь Что все-таки Получим Какую-то Такую способность Ну Когда же Это дупричство Все готов Две звездочки Оу Яйцо Мы с вами Получили Уровни Получаем Е-мое Так Давай Естественно Сразу же Брать сумку И открывать На утиле Да яйцо Вот Такой Вот он Красавчик Куча очков Давай Наверное Сразу же Навыки Изучим Чтобы потом Не путаться Так Здесь тоже Одно очко Навыка Так Дракончика Нету У блоба У блоба есть Давай Поддержка Слизи Прокачаем Здесь у нас Все изучено Нам только Остается А Вот так Вот Да И У Кои Один Левел Стабильность Манны Пускай Будет Так Ну Вроде бы Все Давай Тогда Продвигаться Дальше Что у нас Тут Погоди Ка Нет Нет Вниз Я не смогу Да Вниз Я не смогу Давай Тогда Вот Здесь Тихо Подожди Мы зайдем Вот здесь Посмотрим Шипы Ну У меня Есть Кои Поэтому Поэтому Мне Шипы По идее Не должны Страшны Быть Надо Главное Вот так Вот По потолочку По потолочку Плыть Так Здесь тоже Надо Тихонько Так Оу Тут надо Аккуратно Замечательно У меня Все получилось Еще Один Сундучок Слизу Феникса Я получил Слизу Феникса Так Слушай Ребят Какая-то Пещера У нас Да Вырисовывается Или нет Ать Смотри Какую А Вот жук То Кстати Мы хотели С вами Поменять Так Секунду Из отряда Я уберу Наверное Кои Уберу Да И поставлю Нашего Орлика Вот так Вот Так Тихо Ать Не хотел же Ну ладно Возьмем Орлика Блоба И Дракончика Проверим Подожди-ка Надо молнию взять Вот так Вот Фигня какая-то Получается Да Вспышку Вообще Ни о чем Вообще Ни о чем Ладно Клещи Пробитие брони Да Сделали Еще одно Сейчас мы Попробуем Через взрыв Угу Так Массовый Хил Зачем Надо было Ай Ладно Добиваем Добиваем Этого Краба Надо же Что он делает Стихия воды Меня бомбит На самом деле Я думал Что Орлик Здесь Будет Бомбить Электричеством Ну Нехило А на самом деле Получается Ерунда Вот Призрачное Пламя Смотри Как Отнимает Воу Круто Резкий Удар Приливная Волна Ответочка Так Исцеление Давай наверное Массовое Сделаем И добиваем Так Минус Краб Ну Ну Что ты Буянишь А Парень Что Ты Делаешь Когти Так Еще Еще Где-то По ударчика Два Ну-ка Попробуем Да ну Гроза Как-то Вообще Не алло Отравить Точно Ну Что Осталось Еще На один Удар И Мол И Все Я хочу Найти Сокровище Как Можно Быстрее Господи Так Победа Три Звезды Получил Миндаль 105 Голды Тут Уровни Пополучали У меня Монстры А мы Двигаемся С вами Дальше Кстати Давайте Ко мы Наверное Зайдем В навыки Ага Макрыцар У меня Два Уровня Получил Мы Потратили Так Здесь Наверное Вот так Вот Сделан Да Грибус У нас Будет Чисто Ядом Бомбить Чисто Травить Всех Эй Кто Здесь Леонард Где-то Спрятался Оу А Это Ты Да Уж Судьба Строгая Дама Я тут Застрял Обреченный Умереть От голода В полном Одиночестве И едва Я увидел Луч Света На темном Горизонте Не слушай Его Нам Нужна Твоя Помощь Самим Нам Отсюда Не Выбраться Но Не бросайся В эту яму Как мы Тебе нужен Летающий Монстр Способный К Истинному Полету Мой Верный Соратник Прав Как бы там Ни было Ты Наша Единственная Надежда Я могу Сказать Тебе Что Монстры Способны К Истинному Полету Обитают На скалах К востоку От берега Горизонта Тебе Нужно Лишь Приручить Одного Из них Надеюсь Это Не очень Трудно Наверное Нехорошо Бросать Людей Там Внизу Пусть Даже Леонарда Значит Нам Потребуется Монстр Способный К Истинному Полету Давай Попробуем Найти Его В скалах К востоку От берега Горизонта Как Говорил Леонард А может Быть Мы Сможем Заставить Любоцинировать Одного Из наших Обычных Монстров Чтобы Он Летал Выше Чтобы Спасти Так Понял Значит Мы Не можем Туда Забавно К истинному Полету То есть Здесь Есть Такие Монстры Которые Имеют Нормальный Полет А не то Что Как мы С вами По Миллиметру Ай Да что Что Да Е Просто Ну ты Издеваешься Что Ли Надо Мною Вот Мне бы Еще Истинное Плавание Научиться Делать Только Как Корям Этот Кой Меня Ведет Здесь Проплыли Значит Нам А как Мы попадем В горы Может Быть Вот Тут Подожди А я Хочу Да Что Вы Меня Все Куда Не Вышло Перехитрить Да Слушай Ну раз Есть Истинный Полет Значит Тут Должно Действительно Истинное Плавание Тихо Тихо Да Ё Моёшечки Ой Давай Как Аккуратно Что ты Меня Подставляешь Там Постоянно Давай Аккуратно Еще Аккуратней Вот Так Здесь Нам Нужно Быть Тоже На Предельно Аккуратно Тихо Тихо Любой Шипик Нам Будет Больно Так Внизу Я вижу Сокров Веща Давай Попробуем Сюда Сплавать Для Начала Тихо Все Я понял Что мы С вами Сделали Теперь Мне Нужно Обратно Сделать Такой же Круг И И на этот Раз Мне нужно Будет Плыть Уже В другую Сторон Давай Аккуратным Образом С тобой Это Все Сделаем Так Тихонько Тихонечко Тут Все Хорошо Так Вот Здесь Вот Да Ее Мое Ну Куда Тебя Потянуло То Ну Что Сюда Только Ради Сундучка Шел Лазурный Самоцвет И Все Все Что Я Достой Я Получил Только Лишь Самоцвет Меня Такой Расклад Не Устраивает Если Честно Зачем Я Отпустил Кое Кто Мне Скажет Зачем Я Это Делаю Все Давай Тогда Подожди А нам Наверх Смысла Нету Идти Нам Надо Здесь Проплывать Да Ладно Неужели У меня Получится Выплыть Отсюда Фух Так Вроде бы Нормуль Давай Посмотрим Куда Нам Еще Надо Двигаться Смогу Ли Я Туда Попасть Вообще Так Пузырьки Меня Сталкивают Сюда Эти Меня Сюда Дальше Что Дальше Мы Двигаемся Вот В этом Направлении Тут Есть Проход Мне Кажется Меня Туда Не Впустят А Нет Здесь Впустят А Вот Дальше Интересно Что Будет Так Секундочку Если Я сюда Запрыгну Ну Предположим Да Потом Сюда Потом Сюда Дальше Вниз Кстати Внизу Мы Не Были И Меня Туда Не Впустят Блин Как же Нам Быть То Тогда Мне Нужно Попасть Вон В тот Проход Судя По Всему Или Вообще Отсюда Выплывать На Самую Поверхность Как Вариант Так Здесь Понятно Не Получится Да Ничего Здесь То же Самое Так Здесь Наверху У нас Понятно Потоки Встречные Смотри Куда Мне Нужно Ити Вот По-моему Сюда Вот Сюда И А Здесь Я Не Смогу Попасть Вниз Потому Что Воздушный Поток Все Очень Здесь Замудрено Конечно Сильно Причем Ладно Я пойду Тогда Наверное Вот Сюда Наверх Буду Выплывать А смогу Я вообще Отсюда Выплывать Теперь Вопрос Очень Интересный Смогу Так И будем Подниматься На самый Верх Вот Здесь Мы Должны Найти Летающего Монстра Который Имеет Истинный Полет А как Мне это Сделать Извини Меня Как В гора Говорит Ползает Да Хорошо Давай Вернемся Туда К домику Может быть Там Где-то В горах Эти монстры Слушай А Дода Кстати Он что У нас Умеет Делать Мы С вами Не читали Позволяет Скакать На монстре Верхом Проламывает Невидимые Стены Позволяет Игроку Плавать Водные Потоки Не оказывают Никакого Влияния Да Что ж Ты будешь Делать Вечно Я забываю Вот это Вот Посмотреть Раз Никакого Влияния Водные Потоки На меня Не делают Значит Естественно Я могу Спокойно Плыть Вот На этой Самой Каракатице Да Ну Ка проверим Да Абсолютно Мне по барабану На эти Водные Потоки А я Тут Выкаблучивался Сидел Че Выкаблучивался Че Выпендривался Ну Всегда Вот так Получаешь Нового Монстра И даже Не посмотришь Какие У него Способности Так Мне Вот Очень Интересно Заплыть Туда Вниз Вот Сюда Вот В самый Низ И посмотреть Тут Неоткрыто Видишь Территория У нас Здесь Наверное Ага Сундучок Редкая Раковина Морская Раковина Уникального Вида Но Не написано Что она Делает Просто Уникального Вида Хорошо Тогда Мы с вами Проплываем Вот Сюда Подожди К сюда Да Сюда Именно И Посмотрим Что У нас Тут Вот В этом Проходике Так Все Пока Отлично Все Хорошо Мне нравится Давай Здесь Посмотрим Здесь У нас Ну Я вижу Крабы Ну И Дода А Наверху Подожди Я вижу Новых птиц Наверху Друзья Мои Давайте Разберемся С этими Олухами Выбрать Монстра Так Они боятся Огня И боятся Воды Боятся Огня И боятся Воды Да Возьмем С тобой Наверное Вот так Вот Натиск Лавы Вот С огнем Все Что связано Это боятся У нас Раки Крабы Поэтому Крабов Будем Легко Они Кстати И физическую Атаку Тоже Очень плохо Переваривают Дода Хорош Нам Кастовать Так Тихо Гоблин Пролом Брони Сделали Так Я попробую Дожарить Неплохо Массовое Исцеление Когти Минус Так Давай дальше Двигаться Ага Смотри Что делают Смотри Что они делают Ну мы В ответочку Раз Теперь Подхил Коготочки Так Что нам дальше Сделать Смотри Смотри Ну гоблин Кстати Очень неплохо Держится На самом деле Он кстати Получит сейчас Уровень В ближайшее Время Давай наверное Вот так Сделаем Добиваем С вами Краба И Остается Додо А вот интересно Как мне попасть Наверх Вы видели Наверху Новые Птички Там летают Я больше чем Уверен Что именно Они мне Нужны Но как мне Туда попасть Вот это Для меня Уже вопрос Смотри Что делает Ну-ка Уголек У меня уголь Слабоват И Надеюсь Добиваем Ну Все Победа Яйцо Додо Ну оно у меня есть Поэтому Не особо Это меня и радует Так Ага Здесь мы открыли Подожди Это все Понятно Мы открыли Это все Замечательно А как мне Попасть На самый-самый Верх Вон туда Зага Так Подожди Мне не надо Что там Ого Смотри Какая новая рыба Ребят Напоминает Мне чем-то Фу Дай-ка я Посмотрю Может быть Где-нибудь Здесь Еще есть Птички Такие Не обязательно Там Ё-моё Тут вообще Чисто Чисто Водные Просторы Так Наверх Я не могу Подняться Давай посмотрим Что у нас Тут Ай Врезался Ладно Это Шипоклык Вот так Вот звать рыбу И она боится У нас Молнии Она боится Опять молнии Ладно Возьмем так Так И Блоба Сейчас я проверю Насколько она боится Молнии Да ну Ребят Полная ерунда Ну смотри Ну что это такое Это разве можно Назвать Боюсь Молнией Нет Конечно Так Давай тогда Мы пробитие Сделаем Ну Эту Шипастую рыбу Надо поймать Обязательно Поймаем Так Феникс Получил Перерождение Так Давай наверное Ой Что сделал Господи Я не то Я хотел бомбить Шипастую рыбу Исцеление Давай массовое Применим Так уж и быть Слушай Ну вот эта вот рыба Мощная Смотри Она яд вешает Так Стихия воды Еще стихия воды Ну да Она действительно Как будто бы Рыба фуга Которая Может Отравить Если ее съесть Или приготовить Неправильно Что-то такое Да Давай наверное Так сделаем Что-то мне подсказывает Что мы здесь с вами Сфейлимся Судя по тому Сколько мы получаем С вами урона Что это такое было сейчас Броню кастануло Да себе Кастануло себе броню Так Ну перья Неплохо бомбят Так Почти Почти Ребята Уничтожили Я даже не знаю Ну Давай так попробуем Да ладно Выжила Ты прикинь Она выжила Блоба я потерял Из-за своей Вот этой вот Глупости Я потерял Друзья Блоба Ну что же Тогда придется нам Слезу Феникса Применять Естественно И Хиляемся Да Это рыба Фуга Очень сильная На самом деле Да иди ты в пень Ты уже достал Ты прикинь Взял просто Уничтожил У меня Опять Блоба Призрачное Вниз Как вы меня достали Аааааа Понял Прикрывает Прикрывает Значит Фуга Прикрывает Защищает Так сказать Ладно Слушай Я не понял А почему Отравление на ней не висит. Она его сбивает с себя. Получается, да? Я ее отравляю, а она потом все это дело себе сбрасывает. Тогда мы вот так вот добьем ее. Все, фуга. Ну, давай. Один на один с тобой. Поболтаем. Сейчас она меня тут ушатает полкоманды. Доболтаемся мы с вами. Так, удар грома. Даже как? Копти. Массовый хил. Так, на 300. Ничего себе она критует. Так, давай, наверное, еще попробуем с тобой молнией. Так, когти, по-моему, больше отнимают, да? Урон наносят побольше. Так, пролом брони сделаем. По-моему, я потеряю сейчас глоба, нет? Пока нет. Но все-таки отравление здесь идет помощнее, мне кажется, чем у глоба. Ну, и добиваем. Так, раз. Два. И все, хорошее. Да. Слизофеникса получил. Жесть. Сложный достаточно монстр. Блин, у меня еще и дальше есть, ребята, с вами возможность проплыть. Опа, сундучок. Значок уровня я получил. Ладно. Давай теперь здесь высадимся. Телепорт. Вот это уже, вот это уже меня радует. Опять же, опять же, какая-то секретка. А зачем? Что я здесь могу... Так, подожди, это летать. Мне нужно проламывать стены. Где мой кот Серкер? Погоди секунду, а для чего? Для чего я тогда сюда пришел? Здесь как бы секретик должен был быть, но почему-то я его не вижу. А здесь ничего подобного. Ага. Ага, вот. Погоди-ка. Все, я понял. Тут секретик немножко в другом заключался, да? Ладно, мы с вами поднимаемся все выше и выше. Мне... Вот они, вот они эти... Нет, это не те. Нет, ребята, это не те, но все равно надо поймать. Вроде бы... Кунгомато. Понял, Кунгомато у нас чего боится? Магии, физического урона и опять же молний. Я не буду экспериментировать, я возьму свою команду уже, которая проверена у меня. Так, начнем, наверное, с вот этих птичек. Напоминает мне почему-то птеродактилей. Так. Ну, огонь не так уж сильно они боятся, но тем не менее ожог их потихоньку будет бомбить. Ох ты. Что они там за ультразвук какой-то включают? Так, секунду. Может быть, залп слизи сделать? Слушай, залп слизи вообще, ребята, не атакует. То есть он атакует, но он не вешает тот самый эффект отравления, который мне нужен. Понимаешь? Поэтому я не знаю, в чем выгода. Опс, я потерял дракончика. Ты прикинь? Взяли просто на поста. Снесли. Естественно, захиляемся. И бомбим Додо. Так. Ожог повесили на него. Нет, гоблин молодец. Гоблин молодец. Он прикрывает моих бойцов своим телом. Так. Я могу сделать пламя. Давай сделаем призрачное пламя. Довольно неплохо критует. Теперь огонек. Огонь тоже, кстати, по Додо. Она производит свой крит. Ничего себе, видел, какая мощная волна пошла? Вот так-то. И, надеюсь, мы добиваем Додо. Да. Так, ну что, птенчик. Докукарекал. Сейчас мы тебя будем разбирать. Сейчас мы будем тебя разбирать. Пролом брони. Нет, наверное, мы все-таки захиляем. Да что ты делаешь? Кого ты хиляешь? Надо было на себя нажимать. Господи, отхил. Он взял мне блоба, захилял. Молодец, гоблин. Умница. Прикрыл друга своим, так сказать, телом. Когти. Так, секунду, ребята. Сейчас мы его поджарим. Ну и пора уже, наверное, добивать его, в конце концов. Он у меня уже припарил, если честно. Враги пошли какие-то серьезные, сильные. Их уже просто так быстро не разбить. Приходится, как говорится, уже мучиться. Ну, дадут мне яйцо или нет? Кровавый самоцвет, клубника, кожа. Не дали. Ну, а мы с вами все выше и выше поднимаемся. Так, лестница. Точнее, не лестница, это мостик. Какая лестница? Да что такое-то, а? Куда? Ну, здесь как-то очень большая территория. Опс, запрыгнули. Тут пока ничего нету. Хм. Ну, давай еще тогда выше подниматься. Опа. Ага. Ага. Друзья мои, вот они, наверное, эти птички. Как их звать? Сереброэра. Я, кажется, кое-что понял. Помните, он говорил, у тебя есть монстр, который может эволюционировать. Это, скорее всего, Эйра. Который мог стать вот Сереброэра. Ладно, уже, как говорится, поздно что-то убирать. Нам надо с вами бомбить. Бомбить и, соответственно, получать именно яйца на этих вот монстров. Чтобы нам достать Леонарда. Который там у нас сидит. Но прежде чем его освобождать, нам здесь еще придется поползать, побродить. Потому что большущая территория. Я еще много где не был. Сейчас мы еще с вами поговорим с... Как там? Берг? Верг? Я уже не помню. Который сейчас стоит там. По левую сторону. Так, нет. Так дело не пойдет. Вот мы с тобой, наверное, слезу феникса применим. Сделаем массовые лечения. Так. И... Угу. Неплохо. Слушай, мне кажется, вот именно эта птичка имеет истинный полет. Но они почему-то все настроены против моего Блоба. Абсолютно все. А не только его и уничтожают. Блоб. Это говорит о чем? О том, что, по-моему, нам пора тебя поменять. Вообще поменять на... Да, на того же Котосветика. Тихо. Ну, очень жестко бомбят. Я практически еле выживаю. Так, ну что, давай, наверное, добьем этого горлопана. Раз. И два. Ну, все. Теперь должно быть немножко попроще. Это я успокоюсь в том случае, если мы с вами получим... Как говорится, яйцо. Если не получим, я буду дальше бегать здесь. Бомбить их. Потому что мне... Надо заработать... Птичку эту. Чтобы мы могли с вами достать Леонарда. Правда, на самом деле, я не знаю для чего. Он там с такой, знаешь, зазнайкой. Типа, самый крутой. Самый умный. Можно было бы его там оставить. Пускай бы он там сидел. Но... Мы же как бы одна гильдия, да? Хранители фамильяров. Тем более, у него лев довольно прикольный. Мудрый. В отличие от Леонарда. Довольно дельные дела, говорит. Так что... Надо помогать. Надо помогать. Хочет и нет, но нужно. Натиск лавы. Отлично. КГ-точки. Так, ну что, пол хп уже осталось, да, у него. И мы его, наверное, сейчас... Будем добивать. Так, отравление. Пролом брони у него стоит. Так, ожог. В принципе, все, он готов. Ну что, дадите мне яйцо. Нет, не дают. Колокольчик монстров. Спасибо большое. Серебр... А, серебристое перо. Необходимо для развития некоторых монстров. И я, кажется, знаю, для развития каких монстров. Так, ну что, давай поговорим. Бэкс. О, это снова ты. Как любопытно, что мы встречаемся снова и снова. Правда? Причем встречаемся именно здесь. Это самая высокая точка в скалах горизонта. Хотя заснеженные вершины куда выше, мне кажется, с местными видами они и рядом не стоят. Кстати, здесь обитают птицеподобные монстры, которые очень хорошо летают. Они могут взлетать куда выше, чем обычные летучие монстры. Но лично я предпочитаю взбираться на эти скалы своими силами. Как бы то ни было, у меня тут есть кое-что, что может тебе пригодиться. Получен камень перемен. Меняет сторону обращения монстра со света на тьму или наоборот. Этот камень перемен можно использовать, чтобы превращать обращенных к свету монстров в темную форму и наоборот. Не беспокойся, он мне не нужен. У меня до сих пор пока нет монстров, обращенных к той или иной стороне. Ладно, надеюсь, еще увидимся. Спасибо тебе, Бекс, спасибо, удружил. Так, а я могу сюда... Ха-ха-ха-ха-ха, нет, не могу. Ну что же, мы можем с вами... Подожди, а где у меня телепорт? Ага, телепорт у меня ниже. Короче, сейчас мы с вами сделаем одну классную вещь, надеюсь. Так, сюда я приземлился. Вот как вот мне наверх, видите, там наверху, там, наверное, нужна птичка. Нужна птичка. Так, телепорт у нас с вами вот здесь внизу. Да я думаю, что многие догадались, что я собираюсь сделать. Так, мы летим с вами вот сюда. Это... Подожди. Нет, я немножко ошибся, не сюда. Дерево эволюции, вот. Ну что, эволюция. И перо я буду применять вот сюда. Ну, так оно и есть. Серебра эра. Кстати, ну я могу... У меня есть, да, один? По-моему, яйцо тоже есть на серебра. Так, сейчас посмотрим. Вот, в аэра. Мы его открываем. Именно этого я буду делать в серебряного. Так, эволюция. Перо. Так, смотрим, где он. Вот, вот этот свеженький, новенький, да? Окей. И древо эволюции превращает его в серебра эра. Отлично. Давайте теперь посмотрим, насколько мы с вами хорошо летаем. Если это правда. Где он у нас? Вот он. Так, ну. Ну, давай. Да, ну. Разве... Разве это лучше? Ну-ка, давай сравним даже с тем же самым. Ну, честно говоря, получше. Ну, не настолько, как я думал. Я думал, там будем летать, порхать с вами. Нет. Ну, подожди секунду. У нас еще здесь есть кое-что. Вот, осколок зимы и огненный камень. Огненный камень на кого? Как думаешь, действует? Огненный камень. Хм. Я думал, что на какого-нибудь огненного монстра, по идее, должен быть, да? А огненный монстр у нас кто? Это, например, дракончик. Вау. Драк... Дракогранда я могу сделать из него. Так, секундочку. Дракончик у меня тоже, по-моему, где-то есть. В сумке. Давайте. Достанем его. Вот таким вот образом. И сделаем его... В большого, да, дракона? Дракогранд. Окей. Ё-моё. Прикинь, да? Чувачок такой мощный. Так. И у нас еще с вами есть осколок зимы. Осколок зимы. Интересно, на кого он? По идее, должен на морозных монстров, да? Влиять. А тут, интересно, осколок зимы не показывается вообще, для кого он действует? Как бы, знаешь, ну, кликаешь на него, он тебе... Ну-ка, может быть... Нет, Блоб, ничего подобного. Морозница тоже, нифига. Очень тогда интересно получается. Хм. У меня... Из морозной страны только вот... Котик, морж, морозница. Эм... И все. Хм. Ну и, по-моему, крестулитка. Но на это все не действует. Странно. Интересно, какой монстр нужен? Так, ну что, ребята, я не знаю. Может быть, с вами на этом закончим серию, да? Там еще... Ё-моё, сколько нам еще там ползать? Плюс еще, не забывайте, в синих песках, вот видите? В синих песках у нас внизу, вон там вот есть проемчик, куда я не мог попасть. Нам еще нужно будет туда сходить. Кстати, давайте, наверное, сейчас мы туда сходим и посмотрим, что же там все-таки спрятано. Но очень хочется узнать, друзья мои, очень хочется узнать. Давно эта фигня у меня висит. Так, нам нужно и как идти-то? Нам нужно с вами подниматься на самый, ну, вверх. Так, и уже... Да ё-моё, не увидел монстра этого. Не увидел монстра, засмотрелся кое-куда. Ну, сами понимаете, здесь на один удар, так что... Так, ядовитые облака, давай затравим их всех. Так, и когти. Ага, на один удар, как бы не так. Ничего подобного, не на один удар. Сейчас мы с вами туда поднимемся и глянем. Уж очень мне хочется спуститься в эту низину. Главное подняться. Так, красный самый цвет, хлопок, дымовая шашка, все понятно. Так, подъем-то где-нибудь будет здесь у нас или нет? И вот, вижу подъемчик. Давайте подниматься. На самый верх мне нужно. Я надеюсь, там что-нибудь путнее. Ну, потому что, извините меня, монстра этого я получил только сейчас. А в синих песках я был в самом-самом начале. Это самая первая локация, куда меня, по-моему, впустили. Тихо, морозницы, не трогайте меня. Мне вы не нужны. Тем более, за вас опыт уже и так не дают. Что-то время тратить не хочу. Так, ну что, мы добрались с вами до самого того места. Мне кажется, там сейчас обычный какой-нибудь сундучок будет. Так, ну где-то у меня. Так, поплыли. Ну, я был прав. Тут обычных два сундука. Осколок кристалла, который нам дает телепорт. И камень обращения к свету или к тьме. Друзья мои, если кто-то из вас играет тоже в эту игру, напишите мне в комментариях, для чего нужны вот эти вот обращения к свету, к тьме. Что они вообще дают? Какие бонусы? Ну и тому подобное. Для меня как-то вот немножко непонятно. Я видел, да, есть дополнительные, как бы, так сказать, какие-то навыки. Но я думаю, что они не столь значимые. Или же я все-таки ошибаюсь. Так, ну что, я, наверное, полечу обратно вот сюда. Здесь сохранимся с вами, да? И будем уже, как говорится, заканчивать эту серию. Потому что многие говорят, что час с небольшим, это для вас сложно. Так, ну что, сумка где у меня там? У меня сундуков много. Так, и осколок кристалла. А уже отсюда полетим... Сюда. Нет, лучше вот сюда, наверное, да? Да, лучше здесь. На берег. Сейчас, подожди, кстати, мы хотели посмотреть, смогу ли я взлететь с помощью вот этих птичек. Ага. Сундучок. Изумрудный самоцвет. Так, подожди секунду. Попытка номер два. Выбираем нашу птичку. Вот она. Ага, отлично. Так, мне хотелось бы узнать, смогу ли я вон туда, на самый-самый верх попасть или нет. А я здесь и так смог, да? Ха-ха-ха. Мне даже и не понадобилось. Морковка. А там, интересно, что-нибудь... Эть. Сундук. Латная перчатка. Ничего себе. Плюс четыре. Пролетаем. Над гнездом кукушки. То есть, по верху я все, да, собрал. Так получается. По верху я, да, там собрал все. Вот здесь вот еще внизу есть нерешенные вопросы. Пойдемте все-таки спасем с вами, наверное, Леонардо. Он уже, бедняга, там, заждался меня все-таки. Заодно мы с вами здесь территорию приоткроем чутка. Ой, не хотелось бы мне сталкиваться вот с этой рыбехой. Она уже больно какая-то мощная, да, с ней долго драться. Поплыли. Каракатица. Откроем для начала территорию. Открыли территорию, нас еще дальше куда-то уводят. Опа, мост. Рыбак. Слушай, давай с рыбаком попозже. Сейчас еще задачат какой-нибудь работенкой. И мы с вами эту серию вообще никогда не закончим. На самом деле, я и не хочу ее заканчивать. Я бы играл в нее и играл бы. Но вам не нравится все время. Так, что тут? Дымовая шашка. Дымовая шашечка. Так, плывем сюда. Ать, 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 ать. Проплываем мимо. Так, здесь у нас... А что там у нас закрыто, я не могу понять. Опа. А-а-а, как интересно. Ха, прикольно. А там сундук наверху. И как-то туда можно было бы попасть. Ну вот как. Здесь сундучок. Отлично, открываем. Редкая раковина. Так, и мы выплываем с вами вот сюда. Дальше проплывем здесь. Так, спустимся вот сюда вот в низиночку. Заглянем, что тут у нас такого прекрасного... Опа, опа. Слушай, смотри-ка, это у нас... А какая стихия-то? Лед, да? Если я не ошибаюсь, это, по-моему, лед у нас. Льдом у нас бомбит кто? Макуэй, да? Да, активирует сферы льда. Спасибо тебе. Так, здесь нужен морж. Давай, отодвинем. Что тут спрятали-то? Лазурный самоцвет для улучшения третьего уровня. Все, да? Секретики мы с вами здесь пооткрывали. Давайте мне обратно, пожалуйста, каракатицу. Где она там? Вот. И я поплыл. Так, рычаг. Естественно, на время. Естественно, на время. Давай, 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 давай. Успел. Так, опять редкая морская раковина уникального вида. А что же она делает? Мне кажется, она морских вот этих вот слизней всяких, да? Улучшает. Улучшает. Так, давай-ка мы сюда заплывем. Так, ну что, это нам все не страшно. Мы куда хотим туда плывем, нам без разницы. Здесь у нас сундук спрятан. Кровавый самоцветик. Опа, ничего себе. Ты видел? Подловила она меня, как круто. Выбрать монстров. Я беру Блоба, я беру гоблина-шахтера, что ли, взять? Ладно, давай возьмем его. Хотя мне нужен здесь код Серкер, на самом деле. Фух, давай вот с этим разберемся вначале. Так. Опа. Отлично. Так, давай дальше. Огонечком. Так, ожог, ожог не повесил. Вот это плохо. Слушай, ну вода не столько много урона. Вот шахтер, конечно, да, бомбит чертовски сильно. Нет, наверное, все-таки исцеление сделаю массовое. Так, когти. Нет, лучше вот так вот сделаем, да? Призрачное пламя. И... Хотел вначале сделать массовую, ну, огненную атаку волной. Но, смотрю, не очень много урона они будут получать. Так, ладно, давай, наверное, уже заканчивать с вами с этой рыбой. Ну-ка. Все-таки надо брать код Серкера. Они вдвоем здесь по физухе, знаешь, как прокатятся. Ух. Ага. Это ерунда для нас. Там пролом брони стоит. Давай тогда мы сделаем с тобой отравочку. И начнем вот так вот потихоньку вжаривать. Еще, конечно, было бы круто, если бы повесили бы мы с вами ожог. Было бы вообще замечательно. Они бы тратили здоровье. Залп слизи не имеет смысла. Давай вот так вот попробуем колдовство. Я не знаю, ребят, что делает колдовство. Можно почитать, в принципе, что оно делает. Мне кажется, усиливает магию. Мне кажется, да, усиливает, скорее всего, магию. Защита у нас тут. Все дела. Так. Смотри, защита сработала, да? А если я так сделаю? Так, плохо. Надо добить. Есть. Вот это найс. Так, ну что, рыбка, давай потрещим. Зачем я ее травлю, если она уже отравлена? Призрачное пламя. Нам нужно прокачивать такие с вами антибафы, которые вот мы применяем, да? Вешаем, например, отравление, ожог, пробитие брони. Вот это для нас самое то, поверь мне. Так, у меня блоба подбили. У меня подбили блоба. Так что надо быть предельно аккуратным. Чтобы у нас тут никого не завалили больше. Так. Видишь, как физический урон наносит урон? Обалденно просто. Пока, рыбка. Будем по тебе скучать. Так. Конечно, хотелось бы ее получить. Да? Она бы не помешала мне, честно говоря, в коллекции в моей. Так, что у нас здесь происходит? Ничегошеньки, да? Или все-таки... Подожди. Я вижу там сундук. Кои тут уже плавают спокойненько причем. Вот здесь вот я могу пойти и забрать сундучок. Опа. Осколок кристалла к вашему свинью. Ой, тихо, 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 тихо. Аккуратненько здесь. Я тут все плаваю, да? В морских просторах. Так, а мне нужно с вами... Все, я понял, куда мне нужно. Сейчас мы с вами еще пару секретных мест откроем. Ну и в конце концов пойдем уже выручать Леонардо. Ага. Сюда нам нужно плыть. Погоди, погоди, я... Ничего не путаю? Нет, все нормально. Сюда. Эти высоко прыгают, поэтому лучше держаться повыше от них. Так, вот оно, это место. И сейчас мы с вами туда должны попасть. Получается, у нас в самом низу. Вот здесь. Ох ты, не понял. А, тихо, тихо. Значит, нам стопудово, скорее всего, нужен будет третий, видите? Три кнопки. Ну, давай поговорим. Какое-то подозрительное место, правда? Но ведь в подсказке так и было, да? Нужно трое, чтобы войти в утробу зверя. Как-то так, верно? Я что-то только не пробовал делать с этими переключателями. Ничего не получается. И ставить на них камни тоже бесполезно. Полагаю, в подсказке имеется в виду, что нам нужно три человека. Может быть, тут поблизости есть кое-кто, кто нам поможет. Мне тут попадался на глаза Леонард. Он был в пещере прямо над нами. Может быть, ты найдешь его там и убедишь сотрудничать с нами? Я знаю, это может оказаться непросто, ведь он всегда такой самовлюбленный. Может быть, все получится, если одолеть его в старой доброй дуэли хранителей. Ага, тут еще и намеки мне дают. В общем, я пошел освобождать Леонарда. По-другому тут никак, судя по всему. Ну, ладно, поднимаемся с вами наверх и идем в пещеру. По-моему... Ой, а, здесь проплывать надо. Все, все, я понял. Проплывать это хорошо. Это отлично. Так, тихо. Здесь главное аккуратненько. Да е-мое, ешечки. Ну, началось что ли? Опять 25, сейчас будем 3 часа тут теребунькаться. Давай аккуратно. Все, проплыли. Теперь наверх. Теперь наверх. Ну что же, давайте вытаскиваем. Опа, смотри, видишь? Вот, значит, наверное, почему, ребята, мы видим иногда красных крабов и черных. Они обращенные в тьму, некоторые из них. Ну что, давай поможем. У нас есть монстр, способный к истинному полету. Давай спасем их. Не могу поверить. Я и впрямь спасен. И кем? Тобой. Ты же салага. У тебя первые монстры появились совсем недавно. Мне кажется, на самом деле он пытается сказать спасибо. Ха, так далеко я бы никогда не зашел. Если бы не ты, нас спас бы кто-нибудь другой. В любом случае, я тебе теперь, пожалуй, чем-то обязан. Юлия считает, что нашла вход в пещеру сокровищ. Она находится под водой прямо под нами. Но она думает, что открыть дверь смогут только трое. И ты нам можешь помочь. Ну конечно, вперед за сокровищами. Смотри-ка, согласился. Хорошо, кажется, мы подошли вплотную к этому сокровищу. Это точно. Слушай, а если я туда вниз упаду, я смогу выбраться, а? Как думаешь, стоит это проверять или нет? Так. Слушай, ну в принципе, смотри, если мы с вами возьмем нашего серебряного летуна. Ой, да в легкую, господи. Так, подожди-ка. А тут у нас что? Ага. Тайничок, что ли, для меня там? Сделали. Ну-ка, проверим. Хм. Нету, ребята, никакого тайничка. А карта почему-то не открылась полностью. В чем проблема? Непонятно. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, знаете, что сделаем? Тихо, 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 тихо. Ха-ха-ха, обманул. Обманул. Так. Может быть, вот здесь где-то есть у нас тайный проход. Да кто его знает? Пока не попробуешь, не узнаешь. Нету. Но самое удивительное, что действительно там карта открылась не до конца. Господи, опять, опять у нас эти переплытия. Давай, поплыли. Да устрица, господи, ну что ты? Давай, 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 не дуркуй. Наверх. Сюда. Все, отлично, молодец. Так, здесь также нужно аккуратно. Красавец. Ну что, пещера ждет нас? Пещера нас ждет. Давай, 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 проплывай. Это, наверное, и есть вход в пещеру. В этом нет никаких сомнений. Но я не понимаю, как нам его открыть? Похоже, вот эти переключатели есть ключ. А если точнее, то ключ это мы. Нужно трое, чтобы войти в утробу зверя. Помнишь? Так что, давай просто встанем на эти переключатели и посмотрим, что произойдет. Ладно. Давай, попробуем. Майс. Открывается, ребята, пещера. Но мне кажется, что там будет все не так просто. Невероятно. Мы, наверное, первые люди за несколько столетий, которые вошли в эту пещеру. Посмотрим, что внутри. За мной. Эй, погоди-ка. Мы тоже заслужили часть этих сокровищ. Хм. Интересно. Да что ж такое-то? Опять какие-то у нас тут трущобы. Мне кажется, не все так просто здесь будет. Что-то мы здесь увидим, встретим. Либо монстра, либо еще что-нибудь. Тут еще и поплавать придется. Так, наверху я вижу сокровище какое-то. Давай посмотрим. Редкая раковина. Уже у меня у этих редких раковин что-то чересчур много. Так, памятное кольцо. Вот как раз то колечко, которое мне попросили добыть. Подожди-ка, что здесь такое? Тут есть несколько книг интересного вида. Одна из них, кажется, чей-то дневник. Отчаянные, необычные и удивительные приключения Капитана Картера. Здесь представлены мои, Капитана Картера, легендарного пирата, приводящего в трепет океаны Старого Мира со своим отрядом монстров подлинные воспоминания. Эти мемуары написаны после того, как я решил оставить пиратскую жизнь. Но рассказы о моих деяниях будут жить вечно. Если ты читаешь это первым, тебе удалось догадаться, как попасть в мою пещеру. Отлично. Значит, ты мне ровнее. Но чтобы забрать мои самые ценные закровища, тебе придется одолеть стража, поставленного мной. Одного из моих самых верных монстров. Нестареющего жителя глубин. На этом вступление заканчивается, а еще в этой книге есть закладка. 10 ноября 202 года от создания. Сегодня, когда я решил промочить глотку в жалком кабаке, полным отбросов и негодяев, которому лучше оставаться безымянным, ко мне подошел какой-то странный человек. Он назвался Алхимиком. Больше всего мне понравилось то, что он начал разговор, бросив на стол тяжелый кошель на звонких золотых. Он хотел меня нанять для обычного незаконного провоза пассажиров. Он с группой других алхимиков собирался проникнуть в заповедник монстров. Корабль, способный свободно преодолевать барьер между Старым миром и заповедником, был только у меня. Больше нанять ему было некого. Да уж, парни, они были странные. Носили мантии и маски. О таких имен мне не доводилось слышать ни в одной из земель Старого мира. Но, с другой стороны, у них была куча золота, как будто бы они из мусора их делали. Интересно, правда? Я слишком поздно понял, что золото было фальшивым. Оно все раскрошилось через месяц или два. Они меня банули, и мне не стыдно в этом признаться. Но есть и другая причина, по которой я жалею, что согласился выполнить эту работу. От их главаря, которого они называли Мордуком, у меня мурашки по спине бежали. Я никогда не говорил с ним и не видел, что у него под маской, но я слышал, как о нем шептались другие алхимики, как будто и сами его боялись. Я слышал, что никто из них не знает, как он выглядит. А некоторые утверждали, будто бы у него меняется фигура и голос, словно он может обращаться с другими людьми или что-то вроде того. Я по-настоящему боюсь того, что мог привезти в заповедник, пусть даже так и не увижу последствий своего проступка. Это конец главы. Кажется, ничего интересного тут больше нет. Ага. Значит, друзья мои, у нас будет очередной монстр, которого мы будем должны победить. Так, комбо зелье. Это все хорошо. Так, тихо. Поплыли отсюда. Какой же там будет гигантский монстр. Я думаю, что это мы с вами узнаем уже в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова